добрый день в этом видео я расскажу как собирается crazy gear cube также известные как gear axis cube или шестеренчатый axis cube crazy версия от стандартного gear куба внешне не сильно отличается да и собирается по тем же принципам и теми же алгоритмами правда появляется дополнительный этап но несмотря на все это сходство это гораздо более сложная головоломка и я не рекомендую приступать к ней без изучения классической модели а также если вы недостаточно терпеливый человек выполнять придется несложные действия но и ориентироваться в шестеренчатом хаосе будет не так легко gear cube похож на кубик рубика но вращается иначе на кубике рубика можно отдельно вращать каждую грань если вращать шестеренчатый куб то вместе с правой гранью будет вращаться и средний слой из-за такого механизма gear cube собирается по-другому разберемся со строением головоломки если посмотреть на одну грань можем заметить что есть элементы с одним цветом их будем называть центры есть элементы с двумя цветами это ребра и есть элементы с тремя цветами это углы на шестеренчатом кубе также как на кубике рубика 6 центров 12 ребер и 8 углов на crazy версии тот же набор элементов 6 центров 12 ребер и 8 углов но выглядят они иначе проще всего с центрами это вот такие трехцветные детали которые все одинаковые за исключением расцветки один центр второй центр третий центр и так далее почти все центры располагаются на углах но поскольку центров 6 углов 8 мы имеем еще настоящие углы тоже трехцветные два угла трехцветных таких вот похожих на стандартный угол этот и вот этот белый синий красный остальные углы представлены в виде вот таких шестеренок таких шесть штук шестеренки у которых три лепестка это углы вот такие большие шестеренки это ребра таким образом вот эти трехцветные все одинаковые элементы центры два угла также трехцветные белый синий красный и желто-оранжево-зеленый остальные шесть углов одноцветные виде шестеренок с тремя лепестками все остальные элементы это ребра и осталось их два типа большие шестеренки ребра и вот такие двухцветные элементы тоже ребра 6 одноцветных шестеренок и 6 двухцветных даже вращать и перемешивать crazy gear cube не так просто нужно внимательно следить за центральными элементами и чтобы головонка вращалась надо чтобы между двумя центрами находилось ребро два центра между ними ребро значит можно вращать если ситуация не такая то вращение не получится к примеру сдвинем немного вот центр а это углы в этом направлении вращать мы не можем да и в таком положении никакое вращение не доступно кроме изначально такого чтобы делать движение в разных плоскостях необходимо следить за перемещением трехцветных центров если необходимо сделать движение правой гранью а потом верхней мы располагаем центры один перед собой один сверху вращаем правую грань пока передний центр не встанет на место верхнего после чего делаем второе движение следим чтобы здесь ребра стояли по бокам от центра вращаем и пока центр который был справа не появится перед нами после доступно уже следующее вращение если долго не вращается нужно проверить расположение ребра между центрами той плоскость в которой вы хотите вращать возможно нужно докрутить предыдущие движения сейчас все хорошо поэтому можно вращать дальше терпение и аккуратность это две главных вещи которые нам потребуются для того чтобы вернуть этого страшного ежа в первоначальный вид приступаем к сборке для наглядности я каждый этап буду показывать на кубике а потом уже на его модификации при перемешивании шестеренчатой головоломки меняют форму во время сборки она будет постепенно восстанавливаться для начала нужно собрать углы это простой интуитивный этап мы знаем что углов 8 из них 4 имеют белый цвет и 4 имеют желтый удобно начинать с белых углов так как они самые яркие в собранном состоянии они должны выглядеть вот так бело-синий красный бело-красно-зеленый здесь красные цвета совпадают здесь вот зеленые цвета совпадают по идее должны еще совпадать и вот эти цвета но в данном случае этого не произошло если вот так повернуть то будут совпадать все цвета рассмотрим различные случаи начнем к примеру с бело-красно-зеленого уголка у него помимо белого цвета есть еще зеленый поищем второй бело-зеленый угол он находится вот здесь это наиболее удобное положение белый зеленый один здесь другой здесь важно смотреть на тот цвет который перед нами то есть первый уголок располагаем снизу слева а второй сзади справа уже на верхней грани в одно движение их можно поставить рядом и вот эти зеленые цвета будут совпадать но также как и белые в случае если зеленый уголок вот здесь отсутствует он может находиться вот здесь и тогда чтобы поставить сюда достаточно повернуть верхнюю грань и в одно движение поставить сюда либо он может находиться за первым уголком вот нас бело-зеленый и 2 бело-зеленые будет находиться здесь сзади из этого положения мы сначала его переводим наверх а потом отправляем к первому и получаем тоже конструкцию процесс полностью интуитивный и часто уже два угла рядом стоят на месте как только у нас готовы первые два уголка мы смотрим где вторые два угла с белым цветом если первые два с белым собраны то вторые тоже будут стоять рядом и могут они либо стоять на месте тогда ничего делать не нужно могут стоять вот здесь тогда нужно просто поставить их вниз и самое дальнее положение могут стоять вот здесь где они и находятся тогда их нужно сначала передвинуть направо и отсюда в одно движение поставить вниз получаем четыре белых угла цвета боковые тоже совпадают и желтые углы тоже на месте то есть автоматически как только собралась нижняя грань белые углы верхней грани также становятся на места осталось только совместить верхнюю грань с нижней здесь оранжевый цвет здесь красный вращаем ну либо верхнюю либо нижнюю грани до тех пор пока цвета не совпадут получаем что углы собраны попробуем сделать то же самое на crazy версии так как углы здесь внешне отличаются я рекомендую следующий порядок сборки сначала находим трехцветный угол с белым цветом он бело-синий красный далее рядом с ним ставим белый одноцветный угол он должен расположиться где-то здесь располагаем 1 слева спереди и ищем 2 вот и находится тут проверяем что у нас голомка в принципе вращается этого не происходит значит сначала нужно найти вращение вращается в этой плоскости уже неплохо смотрим остальных должно вращаться еще и в этой пока нет подкручиваем как-то так должно вращаться вращается рядом с этим белым углом располагаем второй белый он одноцветный вращаться будет в этой плоскости вот два центра и ребро вращаем уголок встал хорошо если присмотреться к этому хаосу этот белый угол с этим белым углом лежат в одной плоскости два угла есть рядом с ним нужно поставить еще два мне показалось удобным если это будут красные и зеленые углы красный должен появиться здесь но зеленый где-то здесь располагаем два вот этих угла слева снизу и ищем оставшиеся вот зеленый вот красный они могли конечно располагаться сразу на своих местах либо здесь либо еще на этом месте к примеру вот так в любом случае мы их передвигаем сначала направо как и на классической версии проверяем чтобы куб вращался и опускаем их вниз так не вращается немного подворачиваем вот у нас два ребра центр что-то повернулось это зеленый чуть-чуть еще вот получается красный цвет первого угла красный одноцветный угол и вот еще один зеленый получается четыре первых угла уже стоит правильно белый зеленый красный и белый синий красный теперь осталось еще четыре угла к ним подвернуть так чтобы все совпадало располагаем эти четыре угла слева смотрим вот на этот зеленый уголок и вращаем правую часть до тех пор пока здесь где-то не появится трехцветный угол зеленым цветом него удобно ориентироваться вращаем правую грань и вот он появился желто-оранжево-зеленый угол зеленый цвет и зеленый лежат в одной плоскости вот это картина которая говорит что у нас собраны все углы неопытному взгляду это не очевидно кажется что глонка по-прежнему перемешана давайте присмотримся еще раз вот у нас трехцветный угол зеленой стороне соответствует еще один зеленый уголок не лежат в одной плоскости дальше желтой стороне соответствует вот этот желтый уголок тоже в одной плоскости также с оранжевыми цветами ну и первые четыре угла мы собирали подробнее белый белый красный красный синий синий сборка центров еще проще чем сборка углов всегда на двух гранях центр будет стоять правильно вот примеру на желтой грани желтый центр совпадает по цвету с углами на зеленый синий центр не совпадает на белый совпадает будут либо все центры стоять на своих местах либо два если все центры стоят правильно то центр собирать не нужно если только два мы располагаем один слева другой справа и вращаем правую грань до тех пор пока здесь не появится нужный центр сверху зеленый цвет углов значит и центр должен быть зеленый вращаем правую грань вот появился зеленый а значит достаточно с центрами на crazy версии сложнее смотрим вот на этот бело-зелено-красный центр белый красный крупные цвета зеленый очень маленький на этой головой центры вращаются их ориентация важна но разворачивать мы их будем самом конце а сейчас нужно понять стоит ли этот центр на своем месте и ориентироваться мы можем только на углы видим рядом белый красный угол а это бело-красный центр очень похоже где-то рядом должен быть еще зеленый угол посмотрим вот он действительно есть набор цветов этого центра несмотря на несовпадение не формы и не цветов на одной грани говорит нам о том что центр стоит на своем месте а значит напротив него должен быть еще один такой же но не такой же по цветам но стоящий на своих местах здесь желтый и оранжевый цвета у центра такие есть также у него есть синий цвет и синий уголок тоже недалеко пусть развернут пока неправильно но стоит на своем месте проверяем оставшиеся четыре два первых собранных располагаем слева и справа центр это трехцветный элемент вот перед нами белый синий оранжевый видим рядом белый синий угол белый синий цвета у центра и угла совпадают значит центр скорее всего стоит на своем месте посмотрим другой здесь зеленый оранжевый и белый цвета также рядом такие находятся получаем что все наши центры стоят на своих местах рассмотрим ситуацию когда центр не собраны два центра всегда будут на местах стоять в этом случае это как раз и белокрасный и напротив него желто-оранжевый центры они на местах как мы уже выяснили остальные вот перед нами два правильных по бокам перед нами зелено-желтый здесь вот рядом желтое ребро но на ребра мы сейчас не должны смотреть только на углы здесь цвета зеленый желтый и красный а рядом угол бело-синий еще синий угол и белый то есть набор цветов не соответствует также и здесь оранжево-зеленый центр с белым цветом кажется что здесь бело-зеленое ребро к центру очень подходит но ребра нам сейчас не нужны смотрим только на углы а углы здесь синий вот этот трехлепестковая шестеренка углу здесь желтый и углу здесь красный ни одного такого цвета здесь нет ну понятно что на этом слое все четыре центра стоять неправильно а значит нужно повернуть правую грань пока ситуация не поменяется один поворот правой грани происходит когда этот центр сменится другим вращаем один оборот вращаем второй оборот двух оборотов всегда достаточно если углы стоят на местах ну проверяем теперь белый синий центр белый синий угол еще оранжевый цвет и оранжевый угол аналогично здесь синий красный центр синий угол желтый угол и красный угол но желтый цвет здесь получаем что все центры стоят на своих местах хотя пока crazy gear cube лучше выглядеть не стал но два этапа уже позади далее нужно собрать ребра и сначала их нужно расставить по своим местам здесь уже не совсем интуитивно потребуется использовать несложный алгоритм для начала посмотрим что у нас с ребрами вот желтая грань здесь оранжевый цвет и желтый значит ребро должно быть оранжево-желтое оно не такое то есть не на месте вот это ребро сине-желтое стоит там где синий и желтые цвета несмотря на развернутое положение это ребро находится на месте если мы нашли одно ребро которое находится на месте обязательно будут еще как минимум три таких же это не оно это не оно вероятно вот на этой оси будут все правильные ребра проверим сине-желтое бело-синее на бело-синем месте белое-зеленое на бело-зеленом месте и зелено-желтое на зелено-желтом месте хорошо если у нас ребра не все на своих местах мы находим те которые стоят их будет четыре и располагаем их по бокам то есть слева справа на верхней грани и слева справа на нижней грани получается средний слой между передней и задней гранями далее мы осматриваем кубик перехватывая его только вот так то есть сохраняя положение правильных ребер посередине между передней и задней гранями смотрим на ребро которое перед нами оно желто-красное находится на сине-красном месте напротив него зелено-оранжевое которое находится на сине-оранжевом месте оба стоят неправильно нам важно заметить будет ли полезно поменять их местами зелено-оранжевый если перейдет сюда станет на сине-красное место это польза нам не принесет тоже как желто-красное если встанет сюда встанет на сине-оранжевое место Такая перестановка мне поможет Перехватим куб таким образом И посмотрим, что с этими ребрами Бело-красное, если поставить вот сюда То оно встанет на желто-оранжевое место Тоже не очень хорошо Бело-оранжевое, если сюда Встанет на красно-желтое место Тоже бесполезно Получается, что у нас и там, и тут Перестановка вот этих ребер между собой Не даст положительного эффекта Так бывает, ничего страшного Главное держать правильные ребра На среднем слое И именно из такого положения Выполнять алгоритм, который Поменяет там два верхних ребра местами Два нижних, передние и задние местами И боковые поменяет по диагонали Вот это с этим И это с этим Так как одной такой перестановки Нам будет недостаточно, придется сделать алгоритм дважды Движение следующее Мы вращаем правую грань Один оборот на 180 градусов И второй оборот на 180 градусов Получается два оборота на 180 градусов На языке вращения кубика робика Такое движение было бы R4 После чего вращаем верхнюю грань Один раз на 180 градусов Обороты менее чем на 180 градусов Здесь невозможны Поэтому можно просто сказать Вращаем правую грань дважды Верхнюю один раз И повторяем те же самые движения Правая грань Дважды Верхняя Один раз Смотрим что получилось Эти Как стояли на местах Так и остались Здесь Произошла перестановка Которую мы ожидали Ребра все равно Не на своих местах Но сделаем вот такой вот перехват И посмотрим что здесь Зелено-оранжевый И зелено-красный Также не на своих местах Но если их местами сейчас поменять То они как раз встанут в нужные позиции Зелено-оранжевое ребро На зелено-оранжевое место А зелено-красное ребро На зелено-красное место Такое положение бывает изначально И хватает одного применения алгоритма Мы видим Что если вот эти два ребра Поменять местами Они встанут как надо Также вот эти диагональные Тоже встанут на места Давайте проверим Средний слой До сих пор мы держим С правильными ребрами Делаем тот же самый алгоритм Два раза Правую грань Один раз В верхнюю Два раза Правую грань Один раз В верхнюю Проверяем Зелено-красное ребро Несмотря на то что развернуто Стоит на своем месте Зелено-оранжевое тоже Синий-оранжевое И синий-красное Ну и ребра Здесь тоже Хоть и криво Но стоят На своих местах Перестановка ребер Завершена Также бывают ситуации Когда изначально Ни одно ребро Не стоит на своем месте Бело-красное На желто-красном Бело-оранжевое На желто-оранжевом Ну и тут То же самое Так же как и здесь Да и все остальные В этом случае Понятно что за один раз Мы все ребра не соберем Но для начала Нужно найти ребра Которые Располагаясь на верхней грани Вот так вот Поменяются местами И встанут в нужные позиции К примеру Вот сине-желтое Если переставить вот сюда Встанет на свое место Так же как и бело-синее Обычно это найти нетрудно Из этого положения Где вот нужно поменять Именно передние и задние ребра На верхней грани Мы делаем тот же самый алгоритм Два раза правую грани Один раз верхнюю Два раза правую И один раз верхнюю Смотрим что получилось Эти ребра на месте Эти пока нет Перехватываем кубик вот так Чтобы на среднем слое Были правильные ребра Все четыре правильные Дальше повторяем процедуру До тех пор пока Куб не соберется Не куб, а только его ребра Не встанут на свои места Смотрим что здесь Бело-оранжевое И бело-красное Если поменять То они встанут на свои места Очень удобно Если бы мы посмотрели здесь То зелено-оранжевое Поменялось бы зелено-красным И это успеха бы не принесло Поэтому делать нужно Именно из такого положения Второй раз алгоритм Средний слой Опять правильный Меняем вот эти два Остальное соберется само Два раза правую грань Один раз верхнюю Два раза правую Один раз верхнюю Смотрим Все ребра Хоть и криво Но на своих местах Попробуем расставить Ребра по местам На крэйзи версии Здесь определение Не такое простое Нужно быть очень внимательным Вот у нас Центр Синий Красный Рядом синее ребро И дальше идет Зелено-желтый центр Между Синий-красным И зелено-желтым Центрами Вряд ли будет находиться Одноцветное Синее ребро Также мы заметим Что здесь Желтый И красные углы И синий ребро К ним не очень подходит Вероятно Этот элемент Стоит не на своем месте Посмотрим другие Оранжевое ребро Рядом с красными углами Белое ребро Рядом с зеленым Углом И желтым центром Не подходит Видно, что ребра Пока не стоят На своих местах Это тоже Красные на оранжевом Желтые Нет 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 Вот эти вообще Стоят на противоположных Гранях Здесь вот зеленый цвет А ребро синее Значит Поищем Ребра Которые Нужно Поменять Местами К примеру Вот это Бело-оранжевое Ребро Если поменять Вот с этим Зеленым Ребром То Бело-оранжевое Станет между Бело-оранжевыми Углами А вот это Зеленое Вот сюда К зеленым Углам Это видимо Будет хорошая Перестановка Давайте Выполним Алгоритм Для перестановки Ребер Ребра Которые нужно Поменять Вот эти На остальные Пока не смотрим Стоящих на своих местах Все равно нет Меняем эти И станет легче Сверху будет Вот этот центр Перед нами Вот этот Делаем Алгоритм Один раз Правая грань Этот центр Поднялся сюда Второй раз Правая грань Поднялся На это же место Следующий Теперь нужно Один раз Повернуть В верхнюю грань Один раз Поворачиваем Другой центр Сюда подошел Продолжаем Два раза Вращаем Правую грань Один раз Второй раз И один раз Вращаем верхнюю Так Смотрим Что получилось Зеленое ребро Стало Между Зелеными углами И это хорошо Бело-оранжевое Между Белым И оранжевым Углами Тоже хорошо Несмотря на то Что пока Развернуто Оно неправильно Вероятно На этой оси Должны быть Еще правильные Ребра Вот синие Между синими Углами И вот Желто-красное Между желтым И красными Углами Правильные Ребра Располагаем На среднем Слое Между Передней И задней Гранями То есть Вот ребро Правильное И это Правильное И это И вот это Стоят криво Но пока Это не важно Смотрим На остальные Ребра Вот сверху Центр Перед ним Сине-желтое Ребро Если его Поставить сюда Оно встанет На оранжевое Место Но отсюда Красное Ребро Встанет Вот сюда Между белым И зеленым Углами Это нам Не очень Поможет Перехватим Смотрим Что здесь Сине-оранжевое Ребро Встанет на место Белого Между синим И оранжевым Углами Это будет хорошо И обратно Белое Ребро Переместиться Вот сюда На белую Грань Отличная Перестановка Делаем Тот же Алгоритм Сверху Один центр Перед нами Другой Вращаем Один Два Раза Правую Грань Выравниваем И вращаем Один раз Верхнюю Верхнюю Один раз Правый центр Встал Сюда На переднюю Грань Повторяем Два раза Правую Грань Один Два И один раз Верхнюю Не хочет Чуть Вниз Снова Не хочет Еще чуть Вниз Вот теперь Поворачивается Нужно быть Очень аккуратным И осторожным Здесь легко Ошибиться Даже выполняя Простые Алгоритмы Проверяем Что вышло Между белыми углами Стоит белое ребро Хорошо Между синим И оранжевым Синяя Оранжевая Желтая На месте Зелено Красная На месте Хоть и развернута Четыре ребра На месте Зеленая Тоже Оранжевая Мы видим Что все Ребра Встали На свои места А значит Перестановка Ребер Закончена И кубик Уже немного Симпатичнее Выглядит Далее Нужно Собрать Форму То есть Сделать Так Чтобы Элементы Не торчали Из плоскости Для этого Мы можем Просто Вращать Правую Грань До тех пор Пока Элементы Не станут Ровно Пока Не встали Делаем По Четыре Оборота Чтобы Углы И центры Возвращались На свои места Пока Не получилось Делаем Еще раз Еще Четыре Оборота И Видим Что Встали Ровно Хоть и на месте Перевернуто Также Делаем По Остальным Направлениям Можно Делать Либо Четыре Либо Восемь Оборотов Если Не задумываться Но Можно Запомнить Что Если Элемент Ближе Сюда То есть Повернуть Против Часовой Стрелки То Мы Делаем Четыре Оборота От Себя В данном Случа За Четыре Оборота От Себя Элемент Точно Станет В Плоскость Раз Два Три Четыре Не важно Какой стороной Он встанет Мы на это Никак Повлиять Пока Не можем Главное Чтобы Форма Восстановилась Здесь То же самое Если Повернуть В эту Сторону То Делаем Четыре Поворота От Себя Один Два Три Четыре И Форма Кубика Собралась Если Элемент Ближе Повернуть По Часовой Стрелке То Нужно Делать Четыре Оборота На Себя И Тогда Он Станет В нужное Положение Ну Как и Остальные Четыре На Этом Слое Все Стало Хорошо Форма Кубика Собрана Сборка Формы На Крэзи Версии Сделает Вид Более Приятным Но Важно Понимать Какие Ребра Развернуты На 180 Градусов И Будут Разворачиваться На Следующем Этапе Какие Просто Не Довернуты И Стоят Криво Вот Это Ребро Одноцветное Если На Него Посмотреть То Лепестки Разного Размера Правый Левый Одинаковый Нижний Тоже А вот Этот Крупный А напротив Очень Маленький В трехцветном Уголке Есть Прорезь Под Вот Этот Большой Лепесток И Если Он Расположен Напротив Этой Прорези То В ней А Напротив То Значит Это Ребро Стоит По Форме Правильно Но Развернута На 180 Градусов Такие Ребра На Данном Этапе Разворачивать Не Нужно Это Все Равно Не Получится Посмотрим На Другие Одноцветные Вот Оранжевые Крупный Вот Этот Лепесток Он Находится Где-то В стороне Не Напротив Вот Этой Прорези А Значит Это Ребро Стоит Криво Его Нужно Повернуть Вращаем Вот Этот Слой На Наверняка Будут Другие Кривые Ребра До Тех Пор Пока Этот Элемент Не Станет Ровно Можно По Двухцветным Ребрам Предположить В какую Сторон Это Сделать Будет Быстрее Начнем Делать Вращение И Видим Что Вот В эту Сторон Ребро Быстрее Становится В нужное Положение Хоть и Развернуто Исходное Положение Было Вот Такое А Значит Можем От Сделать Четыре Оборота И Скорее Всего Оно Встанет Ровно Один Оборот Ребра Поменялись Второй Оборот Еще Одно Ребро Третий Оборот И Четвертый Оборот Белое Зеленое Ребро Встало Ровно И Также Еще Четыре Ребра Должны Встать Ровно На Этом Слое Оранжевое Стоит Красиво Синя Желтая Красиво И Красиво Также Они Могли Быть Развернуты На 180 Градусов То Не В той Ориентации Но По форме Двухцветные Совпадали А Одноцветные Выпирали Вот так Крупный Лепесток Напротив Вот Этой Прорези Посмотрим Надо Развернуть Какие Еще Ребра Видим Что Здесь Крупный Лепесток Находится Не Здесь И Не Здесь А Значит Этот Слой Нужно Разворачивать Ну И По Двухцветному Также Это Видно Стоит Криво Попробуем Вращать Проще Становится При вращении На Себя Становится Ровнее Значит Делаем Четыре Оборота На Себя Вот Ребро На Месте Вращаем Один Раз Другой Ребро Второй Раз Третье Ребро Еще Раз И Четвертый Ребро Становится На Место Форма Совпадает Но Оно Развернуто На 180 Градусов Нас Такая Ситуация Устраивает Смотрим На Остальные Лепесток Напротив Прорези Разворачивать Нужно На 180 Здесь Все Как Задумывалось Форма Собрана Но Не ориентация Ну И Здесь Одноцветное Ребро Тоже Нужно Будет Развернуть В итоге Мы Собрали Форму Насколько Это Было Возможно Остальное Соберется На Следующих Этапах В финале Нужно Развернуть Ребра На Своих Местах То есть Форму Мы уже Сделали Остался Разворот На 180 Градусов Здесь Возможно Одна Единственная Ситуация Когда Четыре Ребра Стоят Хорошо А Остальные Восемь Надо Развернуть Здесь Мы делаем Очень похоже С предыдущим Алгоритмом Здесь Правильные Ребра И мы Располагаем Их на Среднем Слове Между Передней И задней Гранями После чего Делаем Похожий Алгоритм Но На На Этот Раз Вращаем Правую Грань Один Раз И Верхнюю Грань Один Раз Повторяем Правую Верхнюю И еще Раз Правую Верхнюю После чего Куб Собирается Та формула Из кубоидов На языке Вращений Выглядит R2U2 Трижды Других Ситуаций На последнем Этапе Быть Не Может Но Только Если Ребра Разворачивать Не потребовалось То есть Либо Все Собрано Либо Развернуть Нужно 8 Ребер А 4 Стоят Правильно Делаем R2U2 Трижды Но Правильные Всегда Ставим На средний Слой Так же Как На Предыдущем Этапе Развернем Оставшиеся Ребра И на Крэйзи Версии Та Оранжевая Хорошо Стоит Должно Быть Вот это Красное И еще Одно Синя Желтая Располагаем Их На среднем Слове Между Передней И задней Гранями И делаем Тот же Алгоритм Но Сверху Должен быть Центр И тут Центр За этим Следим Выполняем Сначала Правая Грань Теперь Верхняя Опять Правая Пока Передний Центр Не встанет Вот сюда Потом Верхняя И еще Раз Правая И третий Раз Верхняя И видим Что Куб Собрался Но Так Хорошо Бывает Далеко Не всегда Обычный Гир Куб На этом Этапе Всегда Будет Собран Но Крэйзи Имеет Странные Центры Ориентация Которых Имеет Значение Сейчас Нам Повезло И не все Стоят Как Надо Но Бывает Что Вот Эти Центральные Элементы Будут Стоять Криво И Возможно Три Ситуации Когда Неправильно Развернуты Все Шесть Центров Четыре Из Них Либо Два Наиболее Простой Случай Когда Все Шесть Центров Развернуты Неправильно Его Можно Было Решить И на Предыдущем Этапе И чуть Позже Я покажу Как Это Делается Но Если Вы Пришли К ситуации Когда Все Элементы Собраны А Шесть Центров Развернуты Можно И отсюда Это Решить Алгоритт Станет Чуть Сложнее Поэтому Покажу На Классической Версии Мы Вращаем Правую Грани От Себя Верхнюю Грани По Часовой Стрелки Все Движения На 180 Градусов Потом Правую Грани На Себя А Верх Все Равно По Часовой Стрелке Эту Комбинацию Из Четырех Движений Нужно Сделать Трижды Правую Грани От Себя Верх По Часовой Правую Грани На Себя Верх По Часовой И Третий Раз Правую Грани От Себя Верх По Часовой Правая грань на себя Вверх по часовой И мы видим, что на классическом кубике ничего не поменялось Но на crazy версии развернутся 6 центров На языке вращений кубика Рубика этот алгоритм будет выглядеть R2, U2, R2' U2 и все это трижды Второе движение правой граней мы делаем на себя А верхнюю грань всегда крутим в одну сторону по часовой стрелке Сделаем то же самое на crazy версии Неважно из какого положения выполнять алгоритм Все 6 центров будут разворачиваться Главное перед собой держать один центр, а сверху другой Выполняем R2 Потом U2 R2' И еще раз U2 Сделали первый раз Нужно повторить еще дважды Перед нами сверху R2' R2' U2' 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 R2' U2' U3' U2' U2' Все центры развернуты. В некоторых случаях разворот шести центров можно предотвратить на предыдущем этапе. К примеру, мы видим, что осталось ребра развернуть на 180 градусов алгоритмом R2O2 трижды. Но при этом у нас все центры развернуты правильно. Этот алгоритм разворачивает все шесть центров. А значит, если мы соберем ребра, центры у нас развернутся. Придется делать более сложный алгоритм. Но мы можем сначала сделать алгоритм R2O2 трижды из неправильного положения, чтобы ребра не развернулись. Вернее, не развернутся, но не те, которые и нужны. Но при этом развернутся все центры. И тогда, повторив алгоритм из правильного положения, мы соберем всю головоломку. И последний этап делать не придется. Давайте посмотрим. Вот это ребро стоит правильно. Вот это развернуто на 180. Вот это тоже развернуто. Вот это правильно. По идее, мы должны взять правильные ребра. Вот эти, еще два снизу, на средний слой между передней и задней гранями. Но мы сделаем наоборот. Мы возьмем другое положение. И правильные ребра будут, к примеру, здесь и здесь. А на нужном слой, на среднем, будут ребра неправильные. И выполним тот же самый алгоритм. R2O2 трижды. Вращаем. R2. 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 Р2. R2. 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 Для этого мы берем куб в нужное положение. Вот правильное ребро, еще одно правильное. Располагаем их на среднем слое, между передней и задней гранями. Делаем алгоритм еще раз. R2 U2 R2 U2 R2 U2 Вращение R2 от себя, U2 по часовой стрелке. Получаем, что куб собран. Но возможны и другие ситуации. К примеру, в конце сборки может быть два центра правильно ориентированных, а четыре нет. Может быть и обратная ситуация, ее я покажу чуть позже. В этом случае придется сделать алгоритм другой. Он более сложный для восприятия, поэтому сначала на классической версии. На языке вращения кубика рубика будет следующее. Р2 Потом B2 После этого R2 Штрих U2 Комбинация R2 B2 R2 Штрих U2 Повторяем ее дважды. То есть еще раз Что-то с кубиком случилось. На самом деле сейчас развернулись все центры, кроме верхнего и нижнего, а ребра вышли из плоскости, их нужно просто докрутить уже известным методом. Здесь ближе сюда, вращаем четыре оборота от себя, и в этой плоскости аналогично, четыре оборота от себя, и форма восстанавливается, но при этом развернуты четыре центра. На crazy версии легко запутаться с движением B2, так как алгоритм похож на предыдущий, R2U2, R2'U2. Здесь вместо второго U2 используется движение B2, и нужно быть очень аккуратным. Располагаем правильные центры сверху и снизу, а четыре неправильных будут по бокам. Выполняем движение. Один центр перед нами, другой сверху. Сначала R2, чтобы вот этот центр встал сюда. Дальше должно быть движение B2. Я временно сделаю перехват на себя, чтобы вот на это место подошел другой центр. И сделаю движение как бы U2, но оно будет B2. То есть вращаем вот этот центр, который стоял сзади. Получаем движение B2. Делаем обратный перехват и движение R2'. После чего уже нормальная U2. Повторяем. Сначала R2. Делаем временный перехват. Вот такой. Делаем B2, похожее на U2. Делаем перехват обратно. Делаем R2'. И докручиваем U2. Получаем куб, у которого центры стоят правильно, но ребра вышли из плоскости. Их спокойно докручиваем. Так, в этой плоскости стало все хорошо. Перехватываем в эту. Здесь вращаем, пока не соберется. Крэйзи гир собран. И наименее приятная ситуация, это разворот двух центров. Один неправильный и второй напротив. Четыре остальных ориентированы правильно. В этом случае придется делать два алгоритма, нам уже известных. Для начала мы располагаем неправильные центры. Один сверху, другой снизу. Делаем алгоритм для разворота четырех центров. Тогда мы получим ситуацию, когда шесть центров развернуты и ее решим. Неправильные центры. Один сверху, другой снизу. Выполняем комбинацию R2, B2, R2' U2 дважды. Этот центр ставим на это место. R2. Делаем временный перехват верхним центром к себе и вращаем задний. Движение B2. Возвращаем первоначальное положение. Делаем движение R2. Теперь U2. И повторяем все движения. R2. Временный перехват. Движение B2. Возвращаем перехват. R2' И U2. Немного докрутить. Вот так. И U2. Получаем, что у нас развернулись все центры. А ребра нужно еще довернуть. Вращаем по 4 оборота в двух направлениях. Оранжевое ребро встало правильно. И еще в этом направлении. Раз, два, три, четыре. Все элементы стоят на своих местах. И шесть центров надо развернуть. Три здесь и три здесь. Делаем алгоритм для разворота шести центров. Р2, два, три, два, три. Здесь перехватов не нужно. Но вращать все равно будем аккуратно. Перед собой сверху. Р2. Р2. У2. Р2' У2. Первый раз сделали. Продолжаем. Р2. 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 У2. Р2' У2. R2 штрих U2 Выравниваем И получаем собранный Crazy Gear Куб Пример сборки для закрепления Опять хаотичный еж Находим бело-синий-красный угол Он здесь Красной стороной к себе И ищем белый Одноцветный уголок Вот он на верхней грани Что-то вращается Пробуем поставить рядом Да, плоскость совпадает Располагаем эти два угла Слева И с этой стороны Нужно поставить еще красный И зеленый одноцветный Это не они Ищем сверху Сверху нет, они вот здесь Это должно вращаться Вроде вращается Совмещаем вот два центра ребра Между ними И отправляем вниз Получаем Красный угол С красным совпали И зеленый Стоит где-то недалеко Вот у нас четыре угла Вместе Теперь А, ну вот зеленый Зеленый совпадает Ну допустим так не было Отведем в сторону Вот у нас тут зеленый и синий А мы помним Что рядом с этим зеленым одноцветным Надо поставить зеленый Трехцветный Немного поворощав Мы это И получаем Дальше нужно собрать Центры Посмотрим на них Вот бело Красно-зеленый Находятся между Белым углом И красным Но вот эти ребра Пока внимания не обращаем Хотя они по цветам и совпадают То есть вот этот Центр стоит правильно Значит правильно Центр будет стоять и напротив Вот этот Оранжевый угол Желтый угол И здесь где-то должен быть синий Да Вот эти два стоят хорошо Вот этот проверяем Синий и синий А это не угол Это ребро Вот здесь белый А у этого белого цвета нет Зеленый Зеленого тоже нет И оранжевый тоже нет То есть этот центр Не на месте Вращаем Правильный слева и справа Раз И еще разок надо Если не будет клинить Вот Белый, зеленый, оранжевый Уголки как раз Этих цветов Центры Все на местах У этих центров Еще и ориентация правильная И мы Видим некую форму Куба Которая начинает прорисовываться Не всегда так везет Иногда они стоят криво С самого начала Посмотрим на ребра Вот этот оранжевый Явно стоит на месте Вот этот белый, зеленый Тоже на месте Хоть и развернуто Значит тут должны быть Четыре правильных ребра Вот еще красные И вот сине-желтые Их мы располагаем На среднем слое Дальше смотрим Вот это Желто-красные Если поменять Вот с этим синим Они встанут хорошо Значит так делать и будем Сверху один центр Перед нами другой Вот эти два ребра Меняем местами Алгоритм Р4 У2 Повторяем дважды Два раза Правую грань Один раз Верхнюю Радно аккуратно совместить Чтобы все это Вращалось Вот получилось верхнее Еще раз Два раза Правую грань Так Проверяем Совмещаем И один раз Верхнюю Смотрим Что Получилось Ну по крайней мере Углы Пока на местах Вот эти тоже Как криво все ребра Стоят Даже смотреть страшно Но вот это вот Синее между синими углами Сине-желтое между Синим и желтым Оранжевое на месте Сине-оранжевое на месте Бело-оранжевое тоже Бело-зеленое Ну вроде все ребра На своих местах Хотя выглядит Все это еще страшно Давайте Восстановим форму По двухцветным Проще определять Значит Вот это ребро Нужно развернуть Ближе Наверное На себя На себя делаем Четыре вращения Ну или вращаем До тех пор Пока Ровно не встанет Стало хорошо Дальше смотрим Вот это сине-желтое Тоже стоит криво Сюда ближе То есть делаем Четыре вращения От себя Раз Два Три Четыре Ну стало развернутым На своем месте И вот это еще Вот так наверное Ближе Попробуем Раз Два Три Четыре Лишнее Вот так Так Что мы получили Мы получили Что Некоторые ребра Нужно развернуть На 180 градусов И здесь Внимательно Смотрим На центры А центры У нас Развернуты В каком количестве Один Два Три Четыре Пять Шесть Как раз тот Удачный случай Где можно Не использовать Отдельно Алгоритмы А собрать Куб до конца Только при помощи Алгоритма Для разворота Ребер Р2O2 Трижды То есть мы Здесь видим Что шесть центров Неправильно Развернуты А значит Мы Применив Всего один раз Алгоритм Сразу заберем И ребра И центры Если бы У нас Центры были На этом этапе Правильно Ориентированы То первым применением Надо было Ребра Не собрать То есть не развернуть В нужное положение То есть взять куб Неправильно Чтобы они до конца Не развернулись Но конкретно В этом случае Развернув ребра Мы развернем И центры А значит Располагаем Правильные ребра На среднем слое Вот одно Вот второе Вот так держим Правильные ребра тут И снизу Тоже слева справа Делаем Р2 У2 Трижды Р2 У2 Р2 У2 И гиркуб Собран Крейзи Гиркуб Но допустим Что нам совсем не повезло Иначе не интересный пример И здесь два центра Ориентированы Неправильно Располагаем Один сверху Другой снизу Делаем алгоритм Для разворота Четырех центров И этот Должен переходить Вот сюда Р2 Временный перехват Движения В Обратно Р-штрих Движения У Опять Р2 Перехват Движения В Обратно Р-штрих Движения У Докручиваем Чтобы ребра Ориентировались правильно Так И в этой плоскости Нет не в этой Вот в этой Проверяем Что действительно Все шесть центров Неправильно Ориентированы Три здесь Три здесь И делаем алгоритм Р2 У2 Р2 Штрих У2 Один центр здесь Другой перед собой Перехваты Не требуются Выполняем Р2 Докручиваем У2 Р2 Р2 Штрих У2 Это один раз Р2 У2 Р2 Штрих У2 У2 И еще раз Р2 Аккуратно У2 Р2 Штрих У2 Из хаоса Возникает Собранный Крейзи Гир Куб В итоге Это действительно Сложная головоломка Хотя набор алгоритмов И вполне простой Да и большая часть сборки Повторяется Из классического Гир Куба Здесь нужно быть Очень внимательным Следить В какую сторону Вы выполняете алгоритмы Р2 И Р2 Штрих Это движения Разные Не как на кубике Рубика С опытом Вы будете Видеть Как перемещаются Элементы И заеданий При вращении Будет меньше Крейзи Гир Куб Для терпеливых И сильных Духом Любителей Головоломок Тренируйтесь И все У вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока